Если вы, ребята, хотите, чтобы у вас поклёвка участилась, значит, смотрите, не спеша посмотрите. Вот здесь 3000 оборотов. Это алмазная чашка. Это для ювелирных, для стоматологических работ. Но если нету, то можно это всё, конечно, сделать на другом станке. Смотрите, я что делаю. Видите вот? Значит, я вывожу сюда сейчас, как бы, как заточку буду тыщить. Видите, вон грань какая идёт. Многие подумают, что я уменьшаю усилие, то есть, крючок становится слабее. Нет, она не будет слабее. Она вот, посмотрите, я не знаю, видно или нет. Видите, как грани? Как треугольник получился. И она уже будет цепляться. Второе условие. Видите вот эту вот сторону? Часто вот из-за неё открывается рыба. Вот она. Видите, вот сюда ударяется леска ваша и обрывается. Значит, его тоже надо затащить. Но лучше заточить, сделать ямочку вот здесь вот. Я сейчас расскажу, почему. Потому что леска, она вот здесь заберётся, дальше не пойдёт она. Такую шершоватую поверхность. Можно надфилем это сделать. Просто тупо надфилем берёте, вот. И вот эти места, вот, делайте такие вот разубринки, чтобы леска там тормознулась. Это первое условие. Второе условие, ребята. Помните, я вам ещё раз говорю, это уже другой крючок. Вот здесь я заточил, как заточку. Видите, треугольные. Она здесь, смотри, уже цепляет. Она прилипает. Крючок должен прилипать обязательно любой крючок. Теперь, смотрите, я беру тоненькую ниточку, кевларовую, хорошую, можно ещё тоньше. Ну и любую леску. Значит, главное условие хорошего, хорошей поклёвки, чтобы частота поклёвок была меньше. Значит, нам что нужно? Потоньше леску. Вот, допустим, вы 0,4 и 0,45 привязываете на сазана или кевлар. Про кевлар мы забудем, про леску будем говорить. Леску я применяю 0,3, 0,35, 0,37. 0,4 я уже не ставлю на сазана. Они уже более такие. Значит, вот смотрите. Одна лесочка, вот она. Вот она. Вторая ниточка, вот. Я её сейчас буду привязывать. Каким образом? Помните, я вам говорил, что помимо того, что я здесь заточил, я заточил ещё вот здесь. Видите, чтобы она не доходила до самого конца. Вот здесь обычно обрывается леска. Значит, вот эту вязку я вам показывал. Повторяю ещё раз. Три пальчика мои делают петлю. Вот такую. Теперь вот этот короткий конец я просто забрасываю сюда. Два. Но это немножко тяжеловато будет, кто вот эту вязку не знает. Но я говорю, классическая вязка, которая должна быть. Вот она. Есть. Значит, хорошие плоскогубчики. Доводишь. Вот, смотрите. Вот сюда довёл до этого. Не доходя, не доходя до кольца, вы его просто-напросто затягиваете. Хорошо и красиво. Вот так. Теперь, когда потянете, он не уйдёт туда. Вон он. Всё, сколько ни тяни. Она не попадает попадает в это кольцо. Видите? Вот этот конец, обычно здесь она рвётся. Она уже не дошла. Во-первых, уже вязка усилилась. Теперь она усилилась ещё где? От того, что она сюда не попадает два. Теперь. Вот здесь каждый произвольно берёт, ну, режет, сколько ему там надо. И пропускаешь через колечко, да? Через колечко, вот это вот. Ну, я, например, делаю вот так. С этой, с внутренней стороны кольца я пропускаю, да? Вот этот конец вы тупо обрезаете под самый, под самую. Что не хочу. Она колоться не будет у вас, ребят. Вот здесь вот, допустим. Здесь вот, как вы помните, лесочка параллельно ложится к цевью. Уже не колется. Всё. Вот этот конец берёте вот эту вот вашу ниточку тонкую, рвёте здесь. Ну, желательно его там в конце. А этот конец вы привязываете к поводку, да? Вот насчёт привязки я вам покажу эту вещь. Ну, каждый по-своему делает. Я делаю его элементарно. Смотрите. Раз, можно два, можно один раз хватает. Так, привязал. Затянул его хорошенько. Обрезал. Вот самый. Теперь смотрите. Я применяю естественный материал. Берёшь вот такую ниточку тоненькую. Делаешь тоже опять ту же самую петлю. Раз, два, можно три. Но для этого камня пойдёт. Вот она петля. Здесь вот обыкновенно речной камень. Берёте плоский какой-то. Вырезаете здесь болгарочкой. Красиво. С душой. Когда вы его это самое режете, у вас должна быть раскрыта сердце, душа, что вот вы ему поймаете. Смотрите, какая петелька получилась. Раз, всё. Почему? Здесь опять получается, что вы когда вяжете, у вас образуется ниточка. Вы с ниточки как будто завязываете. Вот смотрите, какой конец. Привязали. Вот он. Этот длинный. Значит, вот этот короткий конец просто-напросто вы обрезаете. Вот здесь. Всё. Эту вытянули. Вот здесь образовалась у вас петля. Видите, вон, маленькая петелька. Вот она. Теперь поводок как привязать туда. Берёте любую леску, что делаете опять такие же. Смотрите. Опять эту петлю делаете. Видите, это всё быстро делается. Почему? Потому что вот эта вот вязка, она универсальна тем, что она быстро вяжется. Там бывает запуталась на речке. Вот. А тебе надо. Вот поставили. на петлю засадилась. Эту не обращайте внимания. Это вторая. Вот она. Она, во-первых, когда будете бросать, не порвётся. Во-вторых, вы усилили уже леску. Да? Теперь что? Ну, на каком расстоянии хотите там. Значит, делаешь ещё одну петлю. Вот такую вот. Смотрите. ещё раз показываю. Пальчик засунули. И его же берёте. Так. Затянули его легонечко. Ваш любимый поводочек. Здесь на конце у него ограничитель, да? Петля. Доводите до него. И потихоньку затянули его. Всё. Можно, в принципе, так оставить его. Но из горького опыта я знаю, что его лучше два раза крутнуть вокруг лесочки. Вот она. И получается, что, смотри, она никуда не скользит и леска стоит хорошо. Вторая вязка поводка. просто я делаю его вот такую петлю вот здесь. Это для сазанчика я делаю короткие делаю. Очень. Я почему толстую леску беру, ребят, чтобы вам показать. а вот здесь на основной леске вы делаете тоже вот такую. Но только здесь должна быть уже восьмёрочка. Раз. Два. И тоже небольшую. Вот так вот. Берёте ножницы, но лучше, конечно, деревянные вот что-нибудь, чтобы не обрезать лесочку. вот смотрите. Вот, допустим, надеюсь, она не вмещается. Вот, вот такой конец должен быть. Хорошо. Затянули его. И берёте ваш поводок и просто на него одеваете, если мы его найдём. Вот она. Значит, одевается таким макаром. Очень просто. Раз. и вот это пропустили сюда. Это второй поводок. Первый вы увидели, а это второй. Ну, вот эта вот часть не нужна. Это вы обрезаете. Да? Вот так вот. Когда с толстого оно так получается. Видите, вот. Вот. И она будет постоянно ровно стоять вот так вот. Не запутывается об основной. Понимаете? Это вторая вязка поводков. Это как я делаю, ребята. Я ещё раз вам говорю, что я всё делаю по формуле Лагранжа. Лагранжа это значит свободные. Это я просто применяю это слово везде формула Лагранжа. Теперь смотрите моя классическая вязка. Я убираю всё лишнее с этого с крючка. Все вот эти вот прибамбасы, которые у него есть, вот эти вот кольца, мольца, беру его вот так вот эти обрезал. Можно чуть-чуть его молоточком сделать лепёшечку вот здесь вот наковальной. Можно не делать. Но самое со мной вот что нужно сделать. Ямочку здесь надо сделать. Шершават вот такой, чтобы она маленькая была ямочка. И леска там и останется. Почему? тем проще чем легче крючок ребята. Вот эти кольца, мольца блин. Я их очень люблю. Я стараюсь всё лишнее убирать. Всё лишнее. Даже свинец. И опять это моя классическая вязка. Она не мной придумана. Очень умными людьми. Вот она. И вот этот тонкий конец, короткий конец, я набрасываю сюда. Раз. два. быстро делаем это. Только надо до рыбалки это всё приготовить ребята. Заранее завязанное. Прижали, затянули, это тоже затянули. И теперь посмотрите как красиво получается. Леска вдоль неё. Смотри. Раз. И теперь вы его доводите до самого до ямочки. Вот теперь хорошо надо затянуть. Оп. Вот. Всё. Она никуда не денется. Видите? Вот. Вот эта лесочка смотрите. Снутри она вышла лежит параллельно. Вот здесь сейчас обрежешь, он не будет колоть. Вот этот можешь отсюда вытащить, можешь внутри вытащить. Теперь ребята, ещё один главный секрет. Я вам уже все секреты раскрываю. Видите вот этот согнутый крючок крючок? Это тоже вычисляется по формуле Лагранжи. То есть произвольный. Как хочешь, как душа. Вот мне хочется его завернуть. И ещё самое интересное, когда вот это жало вы выводите, вот посмотрите, он немножко в сторону, вот, вот, жало, вот сюда, вот в сторону, согнул я её, потому что когда она лежит, особенно амур выплёвывает, вот он, он сразу втыкается, видите, вот, смотрите, вон, 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 и вот это вот, не просто она двигается, она же имеет кривую поверхность, поэтому частота поклёвок вот такого крючка тоже увеличится. Ребята, находите свою формулу Лагранжи, экспериментируйте, может, жало сюда надо, может, жало к себе надо, может, туда, вот, ну, у японцев обычно простое, они попугайчики свои согнули сюда, ну, тоже хорошо ловит, но я его тоже переделываю, тоже заточил. Теперь насчёт маркировки, ребята, вот эта вот сталь китайская, я не знаю содержание его, но содержание нашего, нашей стали, это называется сталь У-7-У-6-А, 0,6-0,7 процента углерода здесь, это инструментальная сталь, как бы считается, буква А, это модернизированная, и ещё она оцинкованная, поэтому он практически мало ржавеет, вот, значит, поняли, да, вот, смотрите, жало согнул, она под заточку сделана, и скривил его для амурчика, вот эту часть, вот, которую дарят, можно заточить, а можно вот здесь ямочку сделать, и затянуть до ямочки, дальше она не пойдёт, вот это главное условие, и самое основное, не забывайте, ребята, вы теперь можете привязывать тоненькую ниточку, то есть лесочку, и ловить хороших рыб, и у вас она нет самой, не оторвётся, а самое простое, это вот берёте, вот такой кевлар, покупаете, я имею ввиду, поводковую, которая хорошо стоит, вот смотрите, видите, вот это вот 0,35 и вот это кевлар я нашёл, не помню, где я покупал, они правда дорогие, и довольно такие они жёсткие, понимаете, а их можно вместо поводка без всяких ниточек привязывать, это самое скоростное, вот он, смотрите, просто тупо берёте и вяжете, вот, смотрите, вот так пропустил, вот так взял две лесочки и вот смотрите, раз, два, делайте три здесь, три, и всё, и у вас поводок готов, ребята, всё, затянули хорошенько его, вот этот конец обрезали, а это к поводку, вот я хочу напоследок вам рассказать, у меня друзья, правда, они уже освободили, этот мир, уже на небесах, муж с женой разошлись, а потом опять сошлись, как любовники, и поехали в Иссыкуль, и попросили меня привязать крючки, и вы знаете, когда я им привязал крючки, наточил их, они чебаков ловили, и когда они приходят на рыбалку, на рыбалку когда приходят, все говорят, о, браконьеры пришли, потому что когда они приходят, бросают вот эти, те же самые же крючки, те же самые же насадки, вот, и у них ловится, они получают кайф не от того, что сами рыбачи, а от того, что у них часто клюет, поэтому, ребята, почему у дяди Фаима, вы, наверное, заметили, и вот таких, вот таких, вот, все по формуле Лагранжи, рыболовный институт, это все годами неотточные, я раньше приходил и спрашивал у рыбаков, дяденька, завяжите крючок, что-то у меня не получается, и он вяжет крючок мне, если я этот крючок, вязку знаю, я спасибо и ухожу, а если нет, я сяду и буду учиться, и вот это годами, 40 лет уже я собираю эту, и вот, наконец, я сделал, это заточка хорошая, и хорошая вязка, все, вот это результат вот такой рыбалки, ребята, не пожалеете, кому не интересно, можете сразу сначала выключать, пока-пока, удачной вам рыбалки, перейти эфир монтизор я